В этом фильме Холюси Бехчет – ровесник в себе. Хочешь ли ты с ним дружить? Друзья, я Холюси Бехчет. Я турецкий дерматолог и ученый. Давайте подробнее рассмотрим истории моей жизни. Я родился в Стамбуле в 1889 году. Моя мать Айша Ханун, а мой отец Ахмед Бехчетбе. Мой отец работал инспектором в Министерстве национального образования. Я потерял мать в раннем возрасте, и меня воспитывала бабушка. Я пошел в начальную школу в Дамаске, где служил мой отец. Мой отец, который был хорошим педагогом, отправил мне по французской школе-интернат, где преподавали сразу несколько иностранных языков. Здесь я выучил французский, латэнь, немецкий. В те годы считалось, что хорошо образованные люди спасут турецкое общество. По этой причине большое значение придавалось науке и образованию. Я также решил стать врачом, когда был очень молод. В Испанской империи в то время в военных училищах давалось специальное образование, такое как медицина и инженерия. Я учился в военно-медицинской академии в Гюльхане и получил медицинское образование в 1910 году. Я проработал в дерматологическом отделении этой больницы до 1914 года. Во время Первой мировой войны я работал помощником главного врача, дерматологом в больницах Эскишехира, Эдерне и Кракларели. Сразу после войны я поехал в Будапешт, а затем в Берлин, чтобы расширить свои знания и опыт. Здесь у меня была возможность встретиться со многими известными докторами. Я вернулся в свою страну в 1912 году, проработав какое-то время внештанным врачом. Я работал главным врачом в больнице Хаскей и дерматологом в больнице Вакив Курэба. Я очень любил свою работу. Во время работы мне было очень комфортно и приятно. 1933 год был очень важным годом для турецкой университетской системы. Реформа университета была направлена на то, чтобы вывести турецкую академию на уровень современных стран. В период реформ я основал дерматологическую клинику в Стамбульском университете и был избран профессором. Я был первым, кто получил звание профессора в Турции. За 35 лет профессиональной жизни я посетил множество национальных и международных конгрессов. Я написал около 200 научных статей. Я перевел много статей на турецкий, чтобы помочь образованию нового поколения. Настоящую известность в медицинском мире я приобрел благодаря диагностике и лечению болезней, которую назвал своим именем. Болезнь Бехчета известна веками, но точный диагноз поставить не удалось. Благодаря моей работе, это заболевание и метод его лечения оказали большое влияние на медицинский мир. Я провел много исследований на эту тему в Америке, Англии и Франции, особенно в Японии. Я призвал многих своих коллег поработать над этим вопросом. Я получил множество наград за свою работу в Турции и во всем мире. Я также стал пионером в области медицинской публикации. В 1924 году я руководил первым научным журналом в моей области знания. В 1934 году я начал издавать еще один журнал. В течение того времени я занял место в редакционных списках медицинских журналов за рубежем. Я всегда верил в важность тяжелого труда. Я просил своих учеников сделать то же самое. Я также придерживаюсь принципа честности в научных исследованиях. Благодаря своей работе я вошел в историю медицины. Я заслужил признание пациентов и общества со своими профессиональными достижениями. Как педагог, меня всегда любили мои ученики и помощники. Дорогие дети, надеюсь, история моей жизни вызвала ваш интерес. Я всю жизнь пытался быть полезным человечеству. Для меня было достаточно выздоровления каждого человека, которого я лечил. Советую работать на благо людей. Я уверен, что среди вас будут важные врачи будущего. И каждый из них спасет жизни людей. Спасибо за субтabethabe! Спасибо за субтитры! Продолжение следует...